Приветствую вас. Вы знаете, мысли о смерти, они не появляются просто так. То есть, если они возникают, то всегда есть причина. Вот. Ну, всегда есть какие-то основания для возникновения подобных мыслей. Вот. К сожалению. Поэтому, поэтому, я думаю, что было бы очень хорошо, если бы вы поисследовали для себя вот этот вот момент, да, то есть, как, откуда у вас ну, собственно, мысли эти вообще возникли. Да? Вот. Как правило, как правило, человек думает о смерти и, соответственно, боится ее в тех случаях, когда она для него имеет какое-то значение. Я лично склонен предполагать, что дело здесь в том, как вы живете. то есть, вот вы говорите про людей, да, ну, 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 про своих близких, вот и так далее. Ну, вот, что такое смерть в данном случае, да? В данном случае, смерть, это, по сути, избавление. В данном случае, смерть, по сути, избавление. Эм, то есть, смерть, это, в данном случае, это то, что, избавление, может избавить вас от, ам, эм, какого-то груза ответственности, от какого-то, может быть, негатива, от каких-то, может быть, элементов прессинга, которые вы вполне можете чувствовать, да, вполне можете испытывать эти самые элементы, элементы прессинга. Вот, поэтому этот аспект, его нужно все-таки исследовать, да, его очень желательно исследовать, потому что важно понимать, как и что между вами, собственно говоря, происходит, что у вас, точнее, происходит. Это очень важно понимать. Вот. Если вы все время думаете о смерти, значит, вероятно, вы и хотите. Смерть для вас – это избавление. Если это для вас избавление, значит, ну, совершенно очевидно, что вас что-то гнетет, вот. Возможно, и другой вариант, при котором человек чувствует некий такой заряд на смерть, то есть он считает, что, ну, грубо говоря, достоин смерти и, собственно, что должен умереть. Вот. А подобная ситуация тоже возможна, подобная ситуация тоже встречается. Вот. И это идет, как правило, от стрельки уже. То есть именно стрелька влияет на человека вот таким образом, что он считает, что бостоин смертью. То есть тут вот такая ситуация. Вот. Но что является конкретно вашим моментом, что является тем, что определяет вас, вот не совсем понятно. Вот. не совсем понятно, а потому что… Вы о себе почти ничего не рассказываете. А? То есть вы… Говорите, что? Ну, что вы боитесь… Смертью. Но… Какое значение для вас она имеет? Не очень понятно. А это именно тот, что нужно исследовать. Потому что просто так, так-то сама по себе. Смерть, она естественна. Любой человек может умереть. И… Любой человек, что важно, может умереть в любой момент практически. Практически. Ну, мы никогда не знаем, что с нами может случиться. Да, там. Завтра будет. Смерть. Вот. И так далее. Поэтому… Поэтому… Тут как бы… По сути происходит то, что вы отрицаете природу. По сути, по сути, вы отрицаете природу. По сути. И… Как бы… Ну, это и есть причины. На самом деле. На то, что вы… Её отрицаете. Вот. Эти причины связаны с вашими желаниями и с тем, что для вас означает смерть в целом. В целом. Вот и всё. И я бы сказал, что… То, что вы сейчас испытываете, это нормальный вопрос в том, что вы хотите. То есть, грубо говоря, вам необходимо помочь… Выпустить… Выпустить вот это чувство, которое у вас есть. Это страх смерти. Вот. Вам нужно помочь его выпустить. И позволить ему этому чувству. Несколько лучше… Набравить вам. На то, что же вы хотите. Вот. Вы, конечно, ничего не опи… Не пишите о… О… Своём диагнозе. О каком диагнозе идёт речь. Ну… Диагнозе может стать, по сути, просто… Эм… Реализацией вашего желания. В том числе. Потому что, ну, вы боитесь, вы хотите умереть или вы считаете, что вы достойны смертью. Всё. Это происходит. То есть, дело здесь просто выполняет посыл подсознание. Вот. Никакой мистики здесь нет. Эм… Психосоматика. Вот. И на этом фоне, точнее, в этом контексте, эм… Достаточно… Характерно выглядит то, что вам некогда, некогда ходить на психотерапию и нет возможности. Но ведь на кону стоит… Эм… Стоит жизнь ваша, и на кону стоит ваш комфорт, ваше счастье. Счастье ваших родных. По какой же причине вы не можете найти возможность и средства на то, чтобы решить этот жизненный момент. Здесь, эм… Я ни в коем случае не считаю ваши деньги, но… Есть бесплатные центры. Есть бесплатные психологические центры, где вам, в принципе, могут оказать тоже помощь. И обратитесь хотя бы туда, но найдите время, если у вас, эм… Совсем проблемы с деньгами. Вот. Но не останавливайте эту проблему так. Когда вы говорите, что у меня нет времени, это, по сути, звучит так. А… Я задал вопрос, чисто, чисто, чтобы задать. Я… Эм… Не верю… Эм… Я не верю… В то, что я его решил. Вот. Вопрос. Фой. Ну, я его просто задам. Просто задам. Ну, чтобы… И чтобы было. Чтобы было. Вот. Понимаете? Поэтому тут вот проявляется, на мой взгляд, ну, как минимум, ваша заниженная самооценка и… Возможно, нелюбовь… Нелюбовь… К себе. Такая вот. Может быть, замаскированная, да? Потому что вы… Вы… Не желаете о себе позаботиться. Вот. И… от этого страдают все. Все. То есть страдают ваши родные, могут страдать уже сейчас. Вам не нужно уходить обязательно из жизни. Просто они будут страдать из-за того, что вы о себе не заботитесь. Просто не заботитесь о себе, вы не можете позаботиться адекватно о них. Вот. Вот и… Получается, что… Как бы… Напрашивается известный у классиков еще вопрос, да? За что бороли? Потому есть… Смысл… У… Того, что вы… Хотите. Ну, точнее, того, что вы боитесь смерти. У этого есть смысл. Какой смысл? Нужно исследовать. Я вам не сказал. Вот так. Я думаю, можно ответить вам на ваш вопрос. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне куличку. Я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.